Без благ цивилизации. В Майорске, который граничит с неподконтрольной горловкой, живут без газа, света и воды. Местные говорят, о них забыли. Репортаж Юрия Гулы. Каждое утро у жителей Майорска начинается с этого подвала. Сюда они приходят, чтобы набрать хоть немного воды. Людмила Анатольевна не может сдерживать слезы. Уже два года она лишена благ цивилизации. Вот, сыночек, смотри, вода. Вот у меня открытый кран. Вот. И не капает вода. Вот, ношу. Вот, всё. Вода. Вот, видишь? Еду готовят на маленькой газовой горелке. Чашка воды закипает за час. Со светом та же проблема. Напряжение в сети низкое. Чтобы хоть как-то сберечь продукты, женщина купила стабилизатор. Но он вытягивает лишь холодильник. А свет, вот, сыночек, смотри. Вот я тебе покажу свет. Вот. Вот. Вот так блымает. В местном рейсе говорят, и рады бы помочь, но не могут. Ведь эта линия принадлежит железной дороге, а не Донецк-Облэнерго. Свою линию энергетики как раз восстановили. Обследовали территорию, установили опоры, протянули новый провод. Работали в любую погоду, без выходных, под канонаду обстрелов. И вернули долгожданный свет в дома 300 жителей. Для одной половины посёлка это стало настоящим праздником. Ведь уже два года здесь нет газа, а без света нет и воды. Сеть провода, вот они лежат оборваны. До этой подстанции, и запятая. Вроде бы дело сдвинулось, договоренность с Некарой была достигнута, но потом по каким-то причинам, ну, железная дорога как бы, ну, работы перестала выполнять. Вот уже в Майорск подавала станция в Лимане. С началом боевых действий напор стал слабее, ещё и прорыв трубы усугубил ситуацию. Это не кризнация, это питьевая вода. Уже звонили, чтобы выкачать отсюда воду. Это выкопать, найти, где прорыв трубы и сделать хомут. Но пока безрезультатно. Комендант в очередной раз звонит в водоканал. Краснолиманская вода. Вот уже на протяжении месяца звоним. Результат пока никакой. Кому обращаться за помощью не знают ни комендант, ни местные жители. Ведь раньше ЖЭК и местный исполком находились в Гороловке, который сейчас не подконтрольно. Электроэнергию людям чинят из соседнего Днепродзержинска. Юрий Гула, Сергей Моас и Александр Артёменко. Специально для телеканала Донбасс.